Привет, друзья мои хорошие! Меня зовут Мария и сегодня я хочу с вами оформить один из разворотов своего ежедневника. Мы будем делать разворот планировщик на июль. И прежде всего я вам хочу показать свой ежедневник. Я его покупала в фикс прайсе за 99 рублей. Многие его уже видели. Особого порядка в ежедневнике у меня нет. Я тут записываю все, что считаю нужным. Это могут быть какие-то задачи. Это я делала первый планировщик на Марк, где по каждому дню записывала свои задачи. Также это всякие рецепты на лекарства, всякие бумажечки адреса, названия сайтов. Это уже разворот на апрель. Всякие номера телефонов, рецепты. То есть в этом ежедневнике у меня все-все-все, что я считаю нужным. Чтобы не вести несколько разных ежедневников, я делаю один для всего. Также в этом ежедневнике я и рисую. Также вот опять рецепты, рисуночек, раскраска, антистресс. Номера телефонов. Всякие рисуночки с зиндаглой, зиндудлой, как их люди называют. Графики приема лекарств. Вот такой график приема лекарств. Расчеты, например, по ремонту я делала, сколько мне нужно купить панелей. Вот у меня был разворот на июнь. И теперь давайте сделаем разворот на июнь. А, кстати, тут я записала наименование книг, 100 книг, которые я должна прочитать. Розовым цветом у меня выделено то, что я уже прочитала. И давайте приступим к развороту. Я уже предварительно приклеила белый лист бумаги. Он у меня чуть помялся, но ничего страшного. И давайте приступим к оформлению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Размонировали наш планировщик. И теперь я уже оформлю, точнее запишу те события, о которых я уже знаю. Субтитры создавал DimaTorzok И вот такой простенький, но функциональный разворотик у нас получился. И открывая данный разворот, мы прекрасно видим весь месяц и какие задания есть у нас на этот месяц. Кому понравилась данная идея, ставьте лайк. Буду признательна за подписку на мой канал и комментарии. Всем спасибо за внимание и пока-пока!